Я сама себе в этом прикиде и суша им больше всего напоминаю, чем кошку. Аниме смотри весь день. Что нужно для атаку? Большой мягкий диван. Что нужно для атаку? Светной плоский экран. Хентай, запускай. Юри, посмотри. Устойся поудобнее, кайф лови. Искни, предки твои ненавидят японцев за то, что тебе придумали слово «ня». Каждый божий день одна и та же фигня. Это аниме тебе убьется, но и... Думайте мне интересно. И предков, знаешь, слуга Оресама. Довольно часто я говорю, что я стараюсь делать обзоры максимально объективными, и мне в этом помогает отсутствие у меня синдрома утенка. Что ж, сегодня бросим мне вызов. Это аниме я увидела в детстве и была им очарована. Давайте посмотрим, насколько объективным будет мой обзор теперь. Атакуал — это нехилая франшиза. Именно этот мувик снят по 18-томной части всей истории. Вселенная Атакуал является его магический мир. В коем роде и кошки говорят на одном языке. В центре сюжета франшизы — кот Хиджоши, которого в дубляже мульта называют задирой. Японская Вики говорит, что мир — это голод довольно большой и со своей географией. Но это я оценить не могу, поскольку в переводах хоть чего-то, кроме фильма на русский, нет. Так что перейдем сразу к обзору мувика. В центре сюжета у нас высокомерный жирный кот-задир. Он любит только себя, чхает на всех и верит, что в жизни ждет его успех. Обожает назло всем делать то, что они его просят не делать. А также имеет специфические вкусы в еде и запахах. Как-то раз, попытавшись сорвать вечеринку, кошак ныряет в воду, где находит чей-то гроб, из которого вылазит разумный цветок. И начинает петь странную песню, которая успокаивает и дарует блаженство любому, но не задирив, который думает желудком. Всеми обиженный и непонятый кошак уходит и находит живое желуде брокой, которому дает имя Лютик и усыновляет. Точнее, Лютик сам назначает кота своим отцом. В сюжете также участвуют два очень стрёмных человека. Да, их дизайны явно основаны на стиле автора, но, сука, ну не в 3D аши, не перед моим салатом. И еще тут есть кот-ниндзя-храбрец, чьи вайбы я потом ловила у Шуна при просмотре Бакугана. А при первом просмотре я просто обожала этого черного пафосного красавца. И перейдем к плюсам и минусам. Плюсы. Простота. Это о нем подойдет для семейного просмотра. В центре у нас довольно простая история. Есть зло и зло. Его надо победить добрым героем, но с нюансом. Протагонит сам не святой и не особо-то его и парит проблемы остальных. Лишь бы сам был в тепле и комфорте. Второе отношение Лютика и Задиры. Они милые и теплые. Задире нравится, что есть кто-то любящий его и видящий в нем авторитет. Лютик же, хотя и должен стать кем-то охуенным, но ему нравится такой инфантильный, непредсказуемый отец, который поощряет и его инфантилизм. И даже когда Задир решает придать остальных персонажей, он продолжает беспокоиться о Лютике. Третья концовка. Тут будет спойлер, так что перемотать, если боитесь. Самопожертвование. В конце фильма происходит твист тем, что зло можно убить, только убив добро в лице Лютика, поскольку его жизнь связана с жизнью злодейки. Лютик реально умер! Я смотрела этот фильм впервые в детском возрасте, и для меня это было просто... А че так можно было, что ли? А сейчас я смотрю на тот же хвост феи, где так надо было. Но нет. Причем жертва Лютика нужна Задире, который сам по себе эгоист. Минус. Первое. Непонятность мира. С одной стороны, история весьма простая. Так что да, география мира не нужна. Но кто это такие? Может быть, авторы через этих людей хотели упростить погружение в историю зрителя? А может, у них была важная роль в манге? Я не знаю! Но знаю, что я вообще не догоняю, что они тут забыли. Кроме этой парочки в селе есть только одна женщина. А так тут в основном кашаки. Ну почему? Второе. Только дубляж. Тут полно. Птичку жалко. Не учите меня жить, лучше помогите материально. Сего явно не было в оригинале. Так что фиг знает, что еще надо. Себятели в дубляже. Но я не знаю, где с собой. Оценочки. Рисовка 5. Ну, люди тут так себе. Кашаки выглядят более-менее. Королева стрёмная, но окей, она цветок. Хотя Лютик же миленький. Музыка 8. Красивая, да и в тему. Сюжет 8. За концовку и легкость, но за непонятность скинула. Персонажи 6. За задиру, храбреца, Лютика. Да и идеи здешнего антагониста мне вообще нравятся. Итого 6.75. Это не верши девральности, но тем не менее, я наставительно рекомендую вам хотя бы один раз его посмотреть, особенно если у вас есть кто-то мелкий рядом. И еще, несмотря на то, что я очень долгие годы не могла вспомнить, как это дело называлось и что там полностью было, но я всегда помнила песню Задиры и Лютика. Мы идем, мы идем. С тобой идем вперед, мы идем, мы идем. Рыбку мы сейчас найдем, мы найдем, мы найдем. Рыбка будет хороша, хороша, хороша. Будем есть мы не спеша, не спеша, не спеша. И всем пока!